А еще науку пора поднимать на новый уровень. Для этого нужен мостик между промышленностью и коммерческими структурами, чтобы разработки наших ученых не оставались лишь на бумагах, а реализовывались на практике. Об этом, подводя итоги работы ведомства за прошлый год, рассказала в эфире нашего канала вице-премьер Наталья Михальченкова. Кроме того, министр ответила и на волнующие жителей вопросы, в частности, когда школы смогут уйти на односменное обучение и когда очередь в детсады ликвидируется. Татьяна Супряткина отобрала самое интересное. Очередь в детские сады республики сегодня ликвидирована, но лишь для детей от 3 до 7 лет. Те, кто младше, еще ожидают свои места. Таких более полутора тысяч малышей. В программе возрождения республики направление одно из приоритетных для местных властей, потому решает задачу оперативно. Например, перестраивает под детсады свободные помещения, либо возвращает ранее переданные под иные нужды, а еще развивает частные садики. Это социальное предпринимательство, и мы готовы оказывать поддержку таким инвесторам, которые готовы запустить эти программы для наших детей. Сегодня в регионе 349 школ, а учащихся 100 тысяч в Ухте и Сыктывкаре. Поднимается разговор об обучении даже в три смены. В столице решить частичный вопрос поможет строительство новой школы в орбите. Ее планируют открыть уже 1 сентября. В планах на 2017 год, безусловно, завершение и сдача строительства школы в Сыктывкаре. Мы понимаем, что есть вопросы у нас со второй сменой и требуется достроить объект в Ильгарте. Мы понимаем, что в Усть-Куломе у нас есть пристройка корпуса, а также новый объект. Мы начинаем строительство. Поэтому сегодня выполнены приоритеты в части создания новых мест по дорожной карте. Запускаем за счет средств республиканского бюджета, чтобы не нарушать цикл. Среди родителей поднялся ажиотаж в связи с отменой компенсации за родительскую плату в детсадах. Министр в очередной раз уточняет, выплаты сохранятся, но лишь тем, кто в них действительно нуждается. В соответствии с действующим законодательством, государство уже оплачивает услугу по реализации образовательных программ дошкольного образования. В среднем, например, ребенок в садике обходится в год в 105 тысяч рублей государству. И дополнительно осуществлять компенсационные выплаты всем подряд – это сегодня противоречит законодательству, в том числе в сфере образования. Наука как отрасль при ведомстве лишь год, потому это направление еще можно назвать развивающимися в Министерстве образования. Разработок наших ученых немало, но известны лишь единицы. Чтобы дать исследованиям новую жизнь, пора наладить мост между наукой, промышленностью и коммерческими организациями. Эту задачу ведомство называет одним из приоритетов.